Привет! Сегодня меня ждут вот такие замечательные часы от компании Digi-T в очередной раз. Часы фирменные, коробки. Я уже играл на них. Digi-T 1001. Есть еще похожие часы Digi-T 1001A, но мы сегодня остановимся подробно на этих. Так, как всегда у нас тут серийный номер. Все как надо. Упаковочка заводская прямиком из Голландии. Посмотрю, что внутри. А внутри, собственно говоря, часы и инструкция. Еще инструкция. Еще инструкция. Три инструкции. Что ж, хорошо. Видимо, на разных языках. Так. Но меня эти инструкции особо не волнуют. Я уже знаю, как они работают. И, в принципе, не один турнир отыграли эти часы. Что интересно, примечательно, в этих часах одна батарейка. Пальчиковая. Конечно же. Так. Пройдемся по функционалу. На часах также написан серийный номер. Он совпадает с тем, что написано на коробке. Вот. Кнопок здесь не так много. То есть, две кнопки, которые нажимаются, переключаются часы. И четыре кнопочки для управления, собственно говоря, настройками самих часов. Плюс-минус увеличивают, уменьшают нам секундные, минутные циферблаты. И, если нажимать долго, соответственно, будет увеличиваться самостоятельно. Вот. Здесь нету, что мне не нравится в этих часах. Здесь нельзя настроить, например... Ну, понятно, что здесь нет добавления, во-первых. Вот. А во-вторых, здесь нельзя настроить, например... 11 минут или 12. То есть, например, у меня контроль по 11 минут бывает. И я выставляю на часах 11. Здесь такого сделать нельзя. Собственно говоря, всё. Тут нет больше никаких кнопок для настраивания. Есть только кнопка пуска часов. Собственно говоря, можно её даже не нажимать. А сразу же нажать для старта своё время. И пойдёт время у соперника. Нажать кнопку. Здесь пойдёт время у нас. Вот и всё. Если нужно остановить часы и позвать судью, нажали стоп. Часы самые простые в использовании. Конечно же, после нашей замечательной механики. Итак, сегодня в обзоре будет DGT 1001. Всем спасибо. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!